Всем привет, друзья! Слушай, там ваш друг был. Алло! Алло! Вы тут? Слушай, что слушаете, девчонки? Спрашивают. Слушай, ну вот и поговорили, да? Я просто не услышала, что ты слушала. Какую музыку слушаете? Тейпинг! Просто любовь навеки! Я больше ничего не слышу. Кого? Тейпинг. Это что ещё? Это модное что-то? Нет. Ну что, ребят, залетайте в скрим. В извержение. Ой, ёбаная. Залетайте в скрим. Я понял. Слушай, надо послушать это. А это интеллектуальная, да, какая-то музыка? Интеллигент? Нет. Для интеллигентов? Нет. А для кого? Да... А-а-а... Я не читаю. Для грустных девочек. Ага. Потому что там красивые мальчики. Но не материально. Может, напоёшь что-нибудь? Я петь вообще гитару. Я петь не умею. Ты мне тут не лечить. Не, я правда петь не умею. Она умеет петь, и ещё она играет на гитаре. А-а-а... Давайте, ребят, споём. Споёте. Привет. Здравствуйте. Чё делать, глачишься? Слушай, ну, может, вши? Может. У тебя вши-то я, блядь, ебалась бы. Я, блядь, каждый день... Блин, не слишком громко, да? Так потише делать. Ты как считаешь? Сколько? Ну, девок. Девок тут. Каких девок? Ну, пошлых, развратных девок. В моей голове у тебя такого нет? Нет. А чё ты слушаешь? Какую музыку? Что? Какую музыку слушаешь? Ну, разную, типа. А конкретнее? Ну, типа, исполнителей любимых назвать? Ну да, я вот хочу научиться петь, и не знаю, с чего начать. Бейонси слушаешь? А? Бейонси слушаешь? Нет, я всяких скриптонитов слушаю, и тому подобное. Поэтому... Я понял. А скриптонита какую песню? Любимая? Ага. Положение. Положение? Ну, там петь нечего, типа. Поэтому... Да, старина. Чё там? Ну, и слушай, я стримлю. Ну, я вдруг позвонил. Вот так вот. Ну, а так, как и позвонил. Очень интересно. Может, он поёшь? Нет? Там петь нечего, он там не поёт. А что он делает? Это фигня всё. Читает? Ну да. Да, ну вообще сложно сказать, что он делает. А последнюю песню слышала? Последнюю песню слышала? Скриптонита? Ну да. Вот недавно вышла. Смотри. Ну, не знаю, как раз полмесяца на заре, что-то. Нет, не слышала. А кроме скриптонита что слушаешь? Федука. Нравится. Да? Угу. Я понял. А зачем ты вообще это спрашиваешь, типа? Мне надо научиться петь. По федуку хочешь научиться петь, или что? Да, по Грише, вот же буду, хочу научиться. Он классный вообще-то. А чем тебе он так нравится? Я давно была идти на его концерт, но... Из-за вируса, вот, ну... Ну да. Вот. Ну ты рэпчик, да, слушаешь только? Ну да, в основном. Нет, я разную музыку слушаю, но если прям... Если прям... В общих чертах, то да. То рэпчик, да? Нормально, повзросленно. А сколько тебе лет? Мне 26. Да ладно. Ну да. Да нет. Ну да. Да нет. Ты намного моложе выглядишь. Ну, может быть, не знаю даже. Да точно. Ну, спасибо. Ты врёшь. Обманываешь. Зачем? Не знаю. Не, я не вру. А Гриша тоже 26, по-моему. Да, Гриша 26. Возможно. Ну вот. Да ладно, 26. Да, 94-й год. Да, ты прав. А ты его типа тоже любишь, или ты просто знаешь? Ну, я слушаю, да. Какая тебе песня, мне любишься нравиться? Бандит. Всё. Мне хорошая акустика вынудрится. Хорошая акустика? Слушай, я послушаю, что интересно. Да, я как-то реально. Хорошая акустика. Хорошая. Я, собственно, только из-за этой песни запомнила то, что он 94-го года. Нет. Не в этой песне. Это на трапе. Ну, хорошо, ладно. Я уже не помню. На трапе я знаю тоже, слушай. Да, я много о песне знаю. И они у меня уже запутались. Они с Федуком, что ли? Хорошая акустика, да? С Федуком. Да, да. Ну, я понял. Что ж надо будет грязать. Интересно-ка. У него девушка появилась, блин. У Гриши? Кто сказал? Да тут спалили его, типа, он стримил. И, ну, прошла девушка. Он такой, типа, заинь, блин. Вот. И потом он сам на стриме сказал, типа, ну, порадуйтесь за меня. Чего за фигня? Вот. А, он играл либо, да? Что на стриме? Играл? М? Играл на стриме, да? Что он делает? Да, да. Вроде так. Ну, я вырезку смотрела, типа, просто. И все его маленькие фанатки, конечно, сейчас бушуют жестко. А, у него и в Милке, да, фанатки, типа? М? Молодые фанатки, да? Ну, у моего возраста девочки, типа, да. Это сколько лет? М? Это сколько лет? Лет 15? Мне 18. А, 17, я понял. А, Лин Кристал тоже, да, слушаешь? Платина, вот этот вот банк. Не, он мне не особо нравится. Ну, так, типа, как, может быть, там, одну-две песни, но, в целом, не очень. А, мне кажется, это просто подруга, типа. Это вряд ли девушка. Не, 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 прям девушка. И, типа, что-то я видела тоже в теленгу с Лили, в Дос, чувак стримил чат-рулетку, ему попался вот же туда, и он там, ну, типа, с ней. Ну, здравствуй, королева. Как жизнь? Не поняла. В смысле? Ну, в прямом. С ней? Плился. А, они целовались, типа? Нет, схоже. В чат-рулетке? Да. Там прям видно. Очень прям, все понятно, вернее, что происходит. Вот. Прикольно. Слушай, я его тоже видел в чат-рулетке. Блин, а я вот, все, каждый раз сижу такая, блин, ну, может быть, типа, когда-нибудь попадется, скажу ему, что он прикольный, и все. Ну, ты его прям встречал, типа? Ну, да, пару секунд там. Думаю, он палит, что стримит. Понятно. Ну, типа, я не знаю, почему тогда вот эти видосы, которые селили... Ну, типа, это же тоже стримеры были, которые снимали это все. Слушай, ну, мне кажется, это разводняк. В смысле? Типа, что это не правда? Ну, да. Да нет, вроде правда. Ты так уверена? Ну, просто там челик такой сидел, ну, он, типа, понял, ну, не похоже то, что стримит, но... В принципе, можно догадаться. Слушай, ну, даже не знаю. Ну, ладно. Ну, это здорово же. Что здорово? Ну, что у него подруга там сидела. Я верю. Ну, ладно. Давай, я пойду. Подвигаюсь. Давай, пока. Пока. Твоя фанатка была, Фил. Твоя подруга. Не знаю, подруга Фил была. Здравствуй. Слушай, твою подругу увидел. Говорит, рэп слушает. Че ты там? О, ну, виделись, да? Вчера. Ну что, в каком-то стриме? Почему? Не знаю, просто тебя наказала. А, ну да. Сейчас бы, да. Посидим. Нет, Настя. Сколько у тебя подписчиков? Скинуть канал, что ли? Нет. А у меня шесть на самом канале. Ну, я тогда маленько... Ну, у меня тоже в районе. Наглядь. Наглядь. Хочешь, глядь. Я теперь уже упомянула. У тебя был. Настя, может, Светлана снимала? Я не знаю. А че вы делаете? Что за музыку слушаете? Это типа ты меня снимала, что... Ой, ты типа Настя скинула, чтобы мне подписать? Не знаю, хочешь подписывать, хочешь нет. Ты спроси. Ага, да. Все, ребята. Музыка. Да, что это? Пальчик. Это Настя, это сегодня с вами. Это Маша Пушкина, кстати. Она четкая баба. Настя Пушкина? Это кто? Маша Пушкина. А это еще кто? Это блогер. Она блогер? Инстаблогер. А, че, модная? Долгерин. Богатая хоть? Не знаю. Снимая подруга. Да? А сколько у нее подписчиков? Я что, знаю, что ли? Че за блогер что-то? Рассказывай. Инстаблогер. Она заказывает крутые посты. И все? Ну ладно. Деньги есть у нее? Сколько лет? Действительно. В районе шести. Что это? Может, чуть больше. Ну, типа, ты че, она модная, да? Это блогерша. Интересно. Я себя узнала. Я себя узнала. Сейчас, сейчас. Правда. Сейчас будет шуметь. Ой, блин. Сейчас будет шуметь, ребят. Сильно. Че? Привет. Привет. Я отдыхаю, а ты? Я тоже отдыхаю. Отдыхаешь? Да. Че расскажешь? Ничего особенного. Деньги-то дают, нет? Давали уже. Сколько? Да, дают иногда. Ну, рублей 50, да. А че ты купишь на 30 рублей? Булочку. Мне, типа, на карте-то больше купить. Короче, ты такая, это, вымогательница, да? Местная. А я, это, хочу, хочу. А зачем ты это делаешь? Типа, просишь деньги. Хочешь купить что-то, что ли? Да, просто, как-то, знаешь, потихонечку. Если люди дают, то общаюсь. Я и просто так общаюсь. Но если дают, то тем более. Греб, да не общаться. Слушай, нормально. Короче, делаешь бабки, да, тут? Ну, ничего такого. Нормально. Ну, это бизнес-то. Да, это бизнес. Надо даже сомневаться. Это твой бизнес, да? Да. А ты бизнесмен? Нет? Бизнес-вумен. А? Да. Нормально, что-то взрослая. А как ты до этого додумалась-то хуй? Я не знаю, я просто такая, а у меня. Как-то, где начало скачало приложили, я такая думаю, а почему-то прикол не пусит. И значит, не скидывает. Ну, конечно, это еще не быстро, но немного помолилось, что я сыграла себе на Мерседес. На Мерседес какой? Я не знаю, не разграть, может, не разграть. Красная. Красная Мерседес. Ну, можно брать, без крыши. Без крыши? Кабриолет, что ли? Без крыши. Можно кабриолет? Ну, дорогую тачку. За сколько? За год и 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 год. Слушай, нормально, нормально. Короче, ты бизнесмен. Да. И ты тоже можешь попробовать. Не, ну, у меня не получится, то что? Почему? Ну, как это? Ну, я вот здесь же не показываю там удобство, потому что он сказал, ой, если хотите, может, и скинуть. Я буду очень благодарна. Короче, клянчишь, да, потихонечку? Да, таким, пожалуйста. Что-то вас очень тихо слышно. Ну, и работает, да? Да, у меня сейчас цифра болит. И работает эта движуха ваша, да? Ага. Я понял. Слушай, ну, это, мне кажется, плохо. Нет? Почему? Ну, я же не помогаю, там, говорю, слышь, ты, типа, дал мне поскорение. Я говорю, если хотите, можете скинуть? А, типа, по желанию. Слушай, ну, ты как блогерша, да? Да. Если хотите, то можете скинуть. Нормально. Да, я скинусь. Да, я скинусь. А с чем ты это делаешь? Общаешься? Да, я просто общаюсь. Так. Ну, а на удачке тебе. Давай. Здорово. Тут ваш друг был, так что. Блин, офигеть. Конечно. Наш? Ага, потрепала его жизнь, честно. Дед? Дед, что ли? У нас только один друг. Дед. Дед, да, дед. Ему 25. Ему 25. Очень интересно. Ну, расскажи пару слов про Аленочку. Я не буду, это личное. Он просто никому не рассказывает, только нам, потому что мы классные. В плане чем-то? Потому что мы чем классные? Ну да, чем? Уф. Мы классные просто. Обычные? Простецкие, нет? Нет. Ну, как-то просто классные. Должна быть фишка, да? Да, мы классные просто. Просто так. Вот. Одарили нас. Одарили? Да. А тебя нет. Ой, обидно. А что ты меня обижаешь? Я случайно. Я просто токсик. Кто? Токсикованка? Я просто всех обижаю, прости. А. Тебе подруга передала? Я подруга передала. Короче, говорили, что ты токсик. Короче, говорили, что ты токсик. Что? Что ты токсик. Что ты токсик? Да? Да? Или нет? Изней. Малышка, ну че ты? Малышка, че ты? Малышка... Мало, танцуй. Мало, танцуй. Моя писка Моя писка Я просто не понимаю, что ты так говоришь? Не понял, обиделась? Не понял, обиделась? Нет А чего? Какой вопрос? Да Ну вот твоя подруга была Ты чего её довела до такого состояния? Ты какого? Не знаю, которая сказала, что она классная Что? Она классный токсик Она классный токсик Кто? Подруга твоя это что? Подруга твоя это что? Ты нас с каким то путаешь Вот реально путаешь А можно посмотреть? Может реально путаю? Может реально путаю? Ах, дай обозначить А, да, обознался. Сори. Сори. А чё ты чем занимаешься? Да, чё ты занимаешься? Ты должен вообще потерялся. Ты в ванной, что ли? Ты в ванной, что ли? Твоя подруга была, блин. Сказала, что я куда-то пропал. Я говорю, да вроде не пропадал до никуда. Выпал погромче. О, так интеллигенция. Это, короче, её дети. Вот той подруги. Которую мы только что с вами видели. Да, да. Дочки. Смотри. Здравствуй. Здравствуй. Это не твои дети сейчас потерялись, блин? Наверное, мои точно будут. Двое, двое. Да, мои. Я понял. А ты их здесь не нашла, что ли? А чё ты делаешь? Нет, сейчас пойду искать, да? Или нажимать, пойду искать. А это стример? Неа. А ты татуировщица? Неа. А чё ты это, перчатки надеваешь или что? Чё делаешь? Нет, это не перчатки. Здрасте. Здрасте. А как вас зовут? Валерия. Лерка, ты? Секунду. Пусть там? Да. Я понял, Лерка. Знаешь, как красная комната из 50 оттенков серого? Я не знаю. Это что такое вообще? Это фильмец классный. Ты смотрела? Да. А про что? Про отношения. Между кем? Между мужчиной и женщиной. Это как? Ну, если мягко говоря, то 18+, и там сам понимаешь. Я не понимаю. И как? Тебе понравилось? Мне понравилось. Я понял. А чё вообще смотришь? Ужастики, наверное, да? Это ужастик, что ли? Ужастик, что ли? Это... Отношения между мужчиной и женщиной. Это я не знаю, как это назвать. Ну, наверное, триллер. Здрасте. Здрасте. Как вас зовут? Песни пишем? Да если бы. Почему нет? Ленивый. У тебя камера как-то заела и какие-то пиксели розовые. Розовые пиксели? Тебя вообще не видно. Да. Тебя вообще не видно. Тут одни пиксели. А щас. Воу. А щас, а щас. Щас. Тоже плохо. Но это, наверное, у нас, скорее всего. У вас? Может, у меня? Не могу понять. О, всё нормально стало. О, всё нормально. Да, ОВСК вообще. Слушай, интернет просто. Привет. Привет. Будем знакомиться? Давай. Сколько лет? 26. 28. Нормально. А ты из Москвы? Нет. А откуда? Ты недавно туда приехала. Откуда? С Иркутском. А как там у вас, дядюшки? Да, нормально. Мы работаем спокойно. В обычном режиме. А, всё, короче, нормализовалось, да, в общем? Нет, нифига не нормализовалось. За число заболеваемых растёт, но мы работаем. Слушай, ну, мне кажется, в Москве такая же будет история. Ну, я попала в самое начало, когда, ну, в Москве я там была на обучении. Приехала на самой зря суть тела, потом на работу. А кем работаешь? Я работаю в структуре, в Росгвардии. Психологом. А, я понял. А ты где? Ну, как работа? Слушай, я парикмахер вообще. Угу, здорово. А где ты, в каком городе? Москва. То есть у вас там всё жёстко? Ну, да. Ты что, на самоизоляции сидишь? Да, да. Ещё долго, наверное, буду. Но когда закончится, уйду. И как ты сейчас? На что живёшь? Ты, получается, на себя работал? Неа. Ну, то, что у меня было, на то и живу. Жесть, конечно. Но это неправильно. Этинге рано или поздно закончатся. Ну, да. Приветик. Приветик. Чё, шмаль выращиваешь? Неа. Чё это съёт такой? Ну, просто для отдыха. Чил. Чил? Прикольно. Нравится? Да. Может, девок с кадрём? На это. Неа. Может быть. Есть шанс, тоже думаю. Возможно. Смотря какие девки. Девки-то разные бывают. Ну, сочненькие какие-нибудь, посочные. А мне целочные или сочные? Нет, такие просто сочные. Просто сочные. Ну, бывают такие бледухи грязные, но сочные. Ну, вот. А бывают, ну, такие типа повыше классом, но менее сочные. По высшим классом это как? Ну, бывают, знаешь, такие бледухи просто грязные. Ну, грязные, насколько? Такие наркоматы, какие-нибудь торчихи. Ну, грязные, насколько? 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 Насколько грязные? Ну, ну, не знаю, там, ну, которым типа похер. Ну, которые просто любят там на вписке поебаться. Слушай, я не знаю, а чё вписки, это что за тема? Ну, такая тема. Рабочая, да, схема? Да. Я понял. А ты к каким относишься? Да, я не отношусь ни к каким из них. А они на рэпе, нет? А? Что за бледухи? Они на рэпе? На рэпе? Где их взять-то вообще? Это есть на рэпе, а есть не на рэпе. Не знаю, это из какого города? Москва. Москва родинка. Ну, раз Москва, не знаю, они такие, там, на Цветном бульваре тусуются. Это вот, это вот такие грязные, грязные шмары. На Цветном? Да, на Цветном. Ну, или там, на Китай-городе, это ещё более грязные шмары, я думаю. Блин, слушай, надо там тусоваться, нормально эту тему у меня под съёмки. Не знаю, у меня подруги есть на Цветном бульваре и на Китай-городе. Заряженные такие. Злостные, вкусные. Ну, что в моём понимании заряженные? Ну, бабки есть свои, хата у них там, тачка, ну хотя бы Ешка там, Е200. Ну, тогда очень странно, почему они тусуются на Цветном бульваре или уж тем более на Китай-городе. Ну, там же квартира у них, типа выходит в магазин. Ну, взрослые девочки. А, ну, я... Не малолетки, может ты про малолеток каких ты говоришь? Ну, да. Мне 26 лет, я просто хрен его знаю, что за записки. Вот, сколько тебе? 26. 26? Ну да, я не знаю, что за записки, типа. О, хорошо, хорошо выглядишь. Спасибо. А ты из Москвы? Откуда? Ну, да, да, из Москвы. А чем занимаешься вообще? Я парикмахер. Я, возможно, скоро буду тоже, а вообще я занимаюсь самопознанием, если можно так сказать. Хотя мне не нравится это слово. Типа буддистка, что ли? Как это понятие? Ну, вот именно, типа я не буддистка. Да. А что за познание? Самопознание. Типа не определился еще в жизни, кем стать? Да, я и не спешу определяться. Я думаю, что жизнь нужных намазов меня определила, кем я буду. Ну и кем это? Слушай, интересно. Ну, я не знаю. Поживем, увидим. Я занимаюсь такой темой, она называется «Дизайн человека». Если фракция, эта система разрешает тебе ничего не делать. Ну и как? Как оно? Бабки есть у тебя? А при чем тут бабки? Тебе в жизни главное бабки? Да, да, их количество. Ну, тогда забей, эта тема не для тебя. Ну, конечно. Да я и даже не буду туда рыпаться. Я люблю деньги, деньги это все. Обожаю. Ну да, деньги круто, конечно, но... А без них ничего не сможешь? Ну да, если быть человеком в социуме, то да. Ну да, мы же не можем там в лес куда-то уйти. Ну вот, мне бы очень хотелось это сделать. И как только появятся возможности, я это сделаю. А, ты хочешь, типа, стать буддисткой, да? Поехать в Индию? Нет. И жить там у монаха, чтобы он тебе, типа, давал бабки. Но они же тоже живут на пожертвования. Ты знаешь эту движуху? Им же надо покупать еду. Ты не понимаешь, про что я говорю. Я не говорю ни про буддизм, ни про Индию вообще. Вот так. Слушай, ну удачки тебе, удачки. Я думаю все так. Здрасьте. Там ваша дочь потерялась, глянем. Oh yeah! Я такое ей говорю Она сказала Я хочу быть буддисткой Чтобы деньги сами ко мне пришли Чтобы я ничего не делала Но жизнь как-то сама Поставила меня Это не психология буддистов, если что Не знаю, она мне что-то рассказывала Но я думаю, это буддисты Деньги сами никому не могут прийти Ну она говорит, типа я хочу отказаться От денег Маленько еще А я говорю, а как ты можешь отказаться от денег Если тебе надо жить Ну там социум, все дела Но без денег нереально же Правильно? Естественно Ну если только ты не хочешь Уйти куда-нибудь В горы И питаться солнечным светом Пока не сдохнешь Надолго не пропитаешься, мне кажется Ну вот именно Но можно куда-нибудь уйти в тайгу Если тебя там, конечно, не сожрут волки Скорее всего тебя сожрут волки Но если нет То ты можешь сама этих волков убивать И жрать сырое мясо Ну да, я вот ей тоже говорю Потому что даже у буддистов Там этих ума Ну как монахи, не монахи У них есть пожертвования также Они потом покупают еду Ну то есть Без этого никуда Все равно какой-то обмен денежный есть Даже, ну и бомжи тоже Все Да, у всех есть Да, без этого никуда Ну без этого никак А как выживать? Мы не можем без этого выживать Ну она такая говорит Я вот у меня мечты нет Я хочу, чтобы жизнь сама Типа меня поставила в нужное место И она так осуждает Я не знаю, Милка еще лет 16 Она такая увидела подсветку Говорит, ты что траву выращиваешь? Я такая, что? Что выращиваешь? Молы Она говорит Я кстати слышала, что такая подсветка Типа хорошо влияет на растения На всякие На любые Да я даже не знаю Но это красная Это не совсем Наверное такая Но есть для растения Это специальные лампочки Моги Да Я вот про такие говорю Но у тебя вроде просто так подсветка Да, да У меня просто вот подсветка На весну А че у тебя такой Че это у тебя такое кругленькое стоит? Микрофон? Ну да А че, ты стримишь что ли? Конечно Ну и че, че-нибудь интересненькое попадалось Кроме этой девочки Драчунов? Драчунов, кстати, сегодня не было еще Да? Да Да, пару девчонок Но у меня до этого был выпуск Я типа притворялся американцами У меня там Быдланы начали Типа на ломаном английском что-то объяснять Было смешно А че они там тебя пытались? Ну они пытались там Говно, не говно Ты, блядь, откуда? Ну короче, ругаться Ругаться со мной А я типа не понимаю Быдланы будут Да, да А ты чем занимаешься? Я вообще парикмахер Это так вот От скуки, короче Это зависит А парикмахер ты никого стрижешь? И женщин, и мужчин? Или ты типа Мужиков Мужиков, да Мужиков Я все хотел, типа, пойти там На женские стрижки Но так вот все забил, забил Короче А как у вас сейчас работа? Открыто все? Я дома сижу Вот так У нас вот тут начали У нас тут роги открылись Парикмахерс А где это? Так что, Питер? Где ты живешь? Я в Москве просто У нас все закрыто Но я смотрю магазин Я вообще Живу в жопе Самое Ну как в жопе Я живу возле Байкала В туристической зоне Но все равно По сравнению с Москвой Это Иркут Это далеко Да, это очень далеко И там морозы А ты там всю жизнь Ну не знаю Зимой там же вообще жесть Минус 35 40 Ну да Здесь такое Но у нас такого В Москве вот в этом году Даже по-моему Минус 30 не было Да у вас там Вообще по-моему Последние несколько лет Гораздо теплее Да, да Гораздо теплее Только вон дожди Ну такая непонятная Честно говоря У нас То есть у нас Минус 35-40 В последние 5 лет То, что не особо было У нас как-то Минус 28 Там Как-то так стало Но все равно Но все равно жестко Но может климат меняется Ну это жестко Потому что Ты к этому не привык Видишь А мы Поскольку в этом выросли Мы вроде как Привыкли к этому И Никого это не пугает Ну да Потеплее оделся Там Если что Заказал Такси И Не Проблемы Типа И не паришься Ну да А сейчас Летом У нас Кстати Жарко Обычно Ну то есть Там В июле В августе У нас И Там Плюс 35 Спокойно Ага Плюс 35 Ну то есть Лето есть Да В любом случае Ну конечно Мы живем Возле Байкала На Байкале Блин Там что-то Какое-то Рекордное количество Солнечных дней Что-то 362 Что-ли Солнечных дней В году То есть Да И там Такая Жарень Что Просто Обгореть Можно В первые 10 минут Как только Ты туда приехал Слушай Ну это же Ну там У меня вот звали Типа Погода Такая Классная Но красиво Вот сам Этот Байкал Ни один чувак Тут звал Мужик Говорит Приезжай У нас тут Люди добрые Какой-то Такой-то Он мне Коляску Зарегал Типа Типа Где-то Байкала Живет Да 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 Не Ну я Как человек Путешествующий По разным Странам Много Че Видела Я могу Сказать На самом Деле Что На Байкал Стоит Съездить Вот Вот Просто Ну Это Ну это Ладно Опасное Место Правда Ну это Уже Как бы Зависит Просто Знаешь Просто Дороговато Путешествует По России Блять Настолько Дорого Просто На эти же Деньги Получается Можно Смелькить В другую Страну На две Недели Чем На Байкал Блять Из Москвы Какую-нибудь Чехию Спокойно Можно В Чехию Можно съездить Там Не знаю Тысяч за Двадцать Либо Горячую Во Францию На Изи А тут Я на Байкал Потрачу И вон Тот же Крым Там Куча Денег Я такой Да Ну Смысл Ну Я устал Немножко От русских Устаешь Тоже От русской Речи Там Все равно Там же Есть Какие-то Баглоны И Ну И Сервис Не тот Да В принципе Ну Это Понятно Нет Так Посмотреть Природ А не Ради Людей Скажем Ну Это Люди Тоже Раз Не Бывает Чего Говорить Ну Это Везде Знаешь В Любой Стране Есть Как Баглоны Так Есть И Проще Люди Души Да 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 Я так Прям Не обобщен Ну Просто Я просто Хотел Съездить Куда-то Чтобы Знаешь Там Может Язык Изучить Новый Менталитет А по Россию Путешествовать Что там Я раньше Думал По Россию Потому Что Дешево И Не Надо Заморочиться С Визами А Потом Такое В итоге Еще Дороже И Тот же Я вот Кстати После Того Как Напутешествовалась Уже По Другим Странам Решила Вот У меня Есть Сейчас Какое-то Желание Раньше Я Думала Какая Россия Куда Там По И Нахуй Это Нужно А тут Я Решила Чисто Ради Природы Потому Что Я Посмотрела Что У нас На самом Деле В России Есть Такие Интересные Места Мне Я Понимаю Что Там Может Быть И Вся Кая Бызла И Что Сервис Не Тот И Далее Но Я Толком Даже Не Знаю Каких То Блин Вот Иди Уже Иди Почему Я Не Знаю Каких Не Увидела Каких Интересных Мест Которые В Моей Ж Собственной Стране То Мне Пофиг Я Понимаю Было Блядь Оно Везде Будет Это Русская Это Понятно Да Оно И Заграница Наверное Тоже В Турции Какой Там Да Вот А Где Ты Расскажите В Китае Корее В Сингапуре В Австралии В Таиланде Так Ну Вроде Все Ух Ё Гонконг Он Типа Теперь Как Часть Ну Официально Как Часть Китая Но Они Себя Не Себя Я Тут Узнал Что Гонконг Не Самая Большая Не Самый Большой Город И Тоже Шанхай Есть Какой Тсунджи Там Вообще Чуть 35 Миллионов Населения Так и что Ну Как бы Китайцы Прям Они Ну Население Поличество Населения Еще Не Значит Что Там Будет Лучше Ну Там Небоскребы То То По Идеи Это Более Движовый Наверное Город Такой Должен быть То Есть Стереотип Ну Как Раньше Я Рассуждал Что Там В Китае Ничего Нет Ну Бедно Достаточно Оказывается Там Очень Много Богатых Китайцев Каких И Высоких Заряженных И Много Там Контрактов Короче Каких То есть Китай Прям Такой Прогресс Идет У нас Вообще Много Кто Ну Я В свое Время Это Было Еще 7-8 Назад Я Учиться Тогда Мне Все Говорили Что Я Полное Ебанько Я Хотела Туда Уехать Учиться Чтобы Там Потом Остаться Тогда Мне Там В мои 16 Лет Казалось Что Это Ну Это В принципе Так И Есть Это Выгодно Если Ты Там Останешься Учиться Работать Это Очень Прибыльно Выгодно И Поняла Что Я Туда Больше Не Ногой Просто Терпеть Не Могу Китайцев То Есть Я Могу С ними Работать На Территории РФ Скажем Я Не Собираюсь Жить Китая Я Это Поняла Я Уехала И Спустя Долгих Лет Шесть Семь Все Резко Начали Мои Знакомые Валить Китай Причем Потому что Там Деньги Да Причем Ехать Туда Нелегально То есть Если У меня Была Возможность Там Отучиться Потом Работать Легально Они Сейчас Поехали Туда Массово Нелегально И Они Еще И Понтуются Тем Что Они Туда Поехали Не Настолько Это Смешно Потому Что Я Думаю Блять Вы Шанс Туда Поехать Кучу Лет Назад Вы Блять Мне сказали Что Ёбрут А Сейчас Сами Туда Уже Готовы Хоть Нелегалами Хоть Уехать Туда Проблемы В Общении Как Боя Человек Который Английском Слободно Говорит Но Вот У меня Подружки Туда Поехали Работать Обычно Вот Обычно Вот Таких Беленьких Скажем Так Да Людей На Наружность Да Забирая Только Так Учить Английский Зак При этом Они Могут Даже Не Говорить На Английском Знать Там Бук Пару Фраз И Все Равно Туда Берут Учителями Английского Языка Для Китайских Детей Самое Главное Чтобы Человек Был Европейской Внешне Там Люди Да Европейцев Я знаю Как Надикой Все Фот Да Это Вообще Дельная Тема Это Я бы Сказала Даже Основная Причина Почему Я Туда Уехала Как Белое Пятно Получается Там Сейчас Такие Правила Что Учителем Английского Языка Там Может Работать Только Человек Который Родился И Прожил В англоговорящей Стране Если Туда Едешь И Туда Едешь И Там Приподвешен Виски Это Уже Нелегально Поэтому Что Делают Китайцы Они Все Равно Берут Наших Они Просто Оформляют Нелегально Либо По Студенческой Визе Либо Оформляют Учителями Русского Языка Но Учит Они Английский Но Дело В том Что За ними Обходится Полиция Они Реально Их Выслеживают Там Такие История Они Прям Выслеживают Они К ним Могут Завалиться В квартиру Там Где Они Живут И Начать Проверять Документы И так Далее И Ну Это Жесткие Эти Тоже Есть Взятки Невзятки У меня Просто Знакомая Тоже Работает Но Она Работает Там В Кабаке Каком То Вот Несколько Контракт Но Они Нелегально Ездили Честно А Ты Внешности Европейской Они Приезжают В Китай Либо Студентки Которые Учатся В Китае Ну Законно Да И Подрабатывать Хотя Их Берут Забыла Как Называть Короче Девчонки Которые Грубо Говоря Приходят В Клуб Находят Компанию Китайцев Обычно Куча Клубов Всяких Бухают Вместе С ними Развлекают Какой-нибудь Короткий Сидит Одна Девчонка Такая Красивая Такой Внешности И Сидит Их Развлекает Они Потом Пытаются Куда-нибудь Ее А Но Это Типа Эскорт Не Она Не В Эскорте Нет Это Четко Это Не Эскорт Потому Что На самом деле Это Запрещено То есть Есть Девчонки Которые Соглашаются И Приглашают Потом Чуваки После Вот Ночи Много Кто Приглашает И Домой А По Контракту Им Запрещено Вообще Куда-то С ними Ехать То есть Вот Вы Ночь Примухали С ними Вы Подусили С ними Караоке Попели Вы Своим Беленьким Личиком Посверкали И Все Вы На этом Должны Сказать Что Все Ребята Я До Мной Ну Да А Там За Это Наверное Как Бо Штрафуют Да Или Как выгоняют С работы Интересно Ну Штрафуют Говорят Что Штрафуют Многие Говорят Что Мы Выгоняем С работы Я думаю Это Вряд ли Вы Вряд ли Вы С Новой Капанечка В компании Купасишься Они Тебе Все Радрешат Ну Да Ну Типа Из-за Бабок Это Желобой Выгода Ресторан Или Чё Кабака Я Много Кто писал Меня Приглашали В Турцию Но А в Турции Мне кажется Там Просто Тихо Ну То Есть Тракто Может Погода Нормальная Я Не Был Ну Тихо А Чё Там Ловить В Турцию Просто Женщина Не Безопасно Ездить На Мой Врак Соберут Там Это Даже Не Шутка Если Серьезно Говорить Девчонки Ездили В Турцию Даже С С Папами С Мамами Они Рассказывают Что Это Полный Пиздец Серьезно Тебя на улице Могут Просто Схватить И куда-то Потащить Ну Это Как Раньше На Кавказ Поехала Все Кавказ Кавказ Вообще Нет Я Вообще У меня Нет Никакого Желания Ехать Каким Чурком Вообще Прям Хочу Некуда Все Ввязываться Вот А так Меня Звали Еще В Южную Корею Также Работать Но Я Отказалась Потому Что Блин Это Не мой Конек Я Например Не согласна Работать По ночам Спать Днем Получается А ночью Каждую Ночь Ездить В этот И развлекать Каких-то Там Азиатов С ним Тукать Каждую Ночь Все Время Там Такой Быть Веселой Что-то Там Шутить Болтать Такая Хо-хо-хо-хо Там Смеяться Ну И тем Более Если У тебя Институт Как Ты Зачем Это Так То Без Образования Наверное Не Сложилось Ну Тогда Хочешь Что-то Заработать Не Знаете Разные Бывают Ситуации Кто-то Пытается С каким Образом Свалить Но На Мой Взгляд Это Не Жизнь Но Ты Свалила В другую Страну Но Получается Что Ты Здрасте Здрасте Привет Как Настроение У вас Хорошо Вы Уфа Что-что Уфа А из Уфы Это родина рэперов Да 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 А ты А я из Москвы Коронавирусом Не болеет Удачи Хорошо Что делаешь Да Отдыхаю В принципе Ничего У тебя Одно Телефон Чего-чего То есть Ты Видеоблоги Что-ли Почему Не Ну Типа У тебя Микрофон Стоит Я Пойду Подозму А Ну Значит Да А Значит Ты Путина Видел Когда-нибудь Нет Он А есть Еще Какие-то Вопросы Кроме Красивая Спальня Спасибо Интересно Что же Будут Какие Вопросы Да Здравствуйте Спасибо Спасибо Это не дошло Ой А что началось Что началось Что Началось А что вы делаете Вы наверное Готовите отвар Да Там были ваши подруги Еле отбился Это жёстко У нас подруг нет Только друзья Друзья А вы только с пацанами Общаетесь Не Просто у них трех бровей Такие страшные А что посмотреть Они злые Что-ли были Злюки Да Странные Скорее Обживались Почти Лугались матом Чё они делают Вика Дура Скучаешь Не скучаю Здрасте Чего делал Не надо меня бить Я тебя засужу Привет Привет Как жить молодая Ну 26 лет Молчит ещё А чё с вами говорить А почему нет Ну а почему да Почему что Зачем мне с вами говорить Ну блин Вы зависты Вы зависты А ты Заварив ты Я твою голос Не надо Либо Либо будет Телефон Либо 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 Ты думал Я Либо Что ты грустишь Не грусти У нас карантин Да хватит меня Да хватит меня Мы тоже карантин Мы пиво пьём Как это играем И не унываем Вот именно А вот это правильно Жиром заплываем А ты чё один? Ну да Не, ну не прикольно Конечно А вы где? В Ростове В Ростове А как там погодка? У нас в Москве дожди Непонятно И у нас дожди У нас же Как у вас Через два дня У нас такая же Ну значит не очень Всегда так Учишься, работаешь? Да, мне 26 лет Да, работаю Ну сейчас Сейчас на карантин Ой, ничего Правда? А ну-ка посмотри 26 Да Да, да Я бы сказала Что лет 18 Ну это же хорошо 94-го года И я 94-го Только мне пока 25 А, понял Ну мне тоже У меня в сентябре будет 16 сентября Дева Я в ноябре 21-го А, нормально Ты у нас Дева или весы? Дева Дева, Дева Хороший знак Добрый Хуёвый знак, мам Очень хороший Не очень Не знаю Я как мама Отличный знак Говорят, что они Типа там Педантичные Или как это Ну в общем Зануды, да Девы? Педантичные Бредные Хуже, блин Любой бабушки Не правда Не правда Сегодня Самый страшный знак Это скорпион Это я Привет Просто мама знает Мам Бывший Это не тот Дева Экземляр Ну разно Ну я просто спокойная Ну я не особо Педантичный Если вот Допустим Положили То есть Ну не знаю Телефон Я не буду орать Что ты туда положила Что не там лежит Урановежда То есть без загонов Ну да Урановежда Просто спокойная И все Ты в инсте есть? Да, да Могу скинуть Наби меня, пожалуйста Я тебе сейчас Скину Я скинула А вот Мой сейчас Ну не знаю У меня три человека Знакомых мужчин Дева Слушай Замечательно Руслан Тебе как Вообще Это Недоразумение Это мужик Ощида И сына Дом Да Бывший Просто у меня Неадекват Полный Он девок По знаку Зодиака Но я вообще Не понимаю Просто Ну он типа Эмоциональный Что ли Орал Там Не знаю Я просто Максимально Я того не слышал И не слушал И это тоже Ну Кроме как Неадекват Я его по-другому Не могу описать Ну на самом деле То есть Мне уже страшно Становилось Насколько он Гонит Типа взрывной Что ли Взрывной Взрывной Да В ровном месте Без причины Ну как можно Правильно Взрывной То есть Доходило К тому Что я ему Делаю Какие-то Замечания Я прошу Его остановиться Послушать Меня Он ноль Он продолжает Своё Орань Я знаю Что козерог Я обычно Знаете Упёрт У меня брат Просто козерог Упёртые Вот Прям Это золотую руну Было Был у нас Тоже знакомый Один Ага Ну вот Нет Все равно Они же там По декадам Да Все равно Ну да Есть какие-то Ответвления Какие-то подгруппы Там А ты веришь Вообще В гороскоп Ну я знаю Ну я знаю Что типа Девы и близнецы Не очень И близнецы Там они Меняют Мнение Вот допустим Сперва Один человек Потом как будто Другой Мне тяжело Уличность Да Да Поместимость Ну неплохо А с близнецами Там чуть ли не 10 Короче Ужасно Ну да С учетом Что сам по себе Скорпион Сложный человек Вот у нас в семье 4 Овна И она Одна Скорпион Мы конечно Умудрились Это полная Противоположность Это такие Противоположности Причем у нас 3 Овна Вот ее Брат Родной Смотри У меня родной Брат Овен Мама Овен Бабушка Мама Мои Мамы И еще Ну не сводный А по папе Брат и сестра Тоже 5 5 человек 5 Овна А она Одна Скорпионом Это просто Жесть Короче Стаде барана Я Скорпионом Не знаю Кому тяжелее Наверное Есть с нами Не Вообще Интересная вещь Как ни крути Многие смеются Над этими Гороскопами Не Совпадает Я раньше Вообще Не верила Потом Ну раз Потом второй Раз Ну тяжело Да и просто Вот людей Вот с близнецами Я не аюсь Ну как бы Просто дружить Можно Но они Переменчивают То есть Как будто Много личностей Хочешь Я тебе еще Я тебе еще одну интересную тему подскажу Нумерология Ты можешь в гугле забить квадрат пифагора бесплатно И тебе там буквально сразу выдаст он результат Там квадрат пифагора рассчитать дату рождения Ты вбиваешь свою дату рождения и тебе Короче выдается квадрат пифагора И там И там ну я проверяла все обо мне практически Ну процентов 70 там правда Типа черты характера Да вот это вот Черты характера Твоя харизма Там обаятельность Твои минусы Твои плюсы И действительно там большая часть правды То есть по дате рождения Квадрат пифагора Слушай интересно Я знаю еще какая-то тема есть Что-то вбивает И потом какой-то карты Ты типа 6 пики, не пики Вот у меня Ну смотри По Картам Таопро Есть арканы Которые относятся к знакам Зодиака Но я в этом не сильно шарю Можно тоже загуглить Либо поискать человека Который шарит в этом Но Честно сказать Уже в эту тему В карты Какие-то лезть Это уже Переворная А вот квадрат пифагора Это интересно Нумерология Такая тема Интересная Тоже там Не только по дате рождения Можно там что-то рассказать Да хера короче Всего Это Там целые курсы есть По нумерологии По психологии Это психоматрица Характер, здоровье, удача, цель, энергия Да-да-да Прикольно Нет Ну знаешь Как бы Судьбу-то не обмануть В любом случае Но Как говорят Предупрежден Вооружен Ну да Да все равно Предупрежден Обычно не делаешь Да Вот даже Знаешь все равно Лезешь на рожон Интуицию не слушать Знаешь еще почему Вот Кстати Лилия Вас как зовут Влад Влад Лилия это вот Блондинка Это моя дочка Нет Татьяна Влад Очень приятно Взаимно Это нужно всегда Я тебе говорю Что 50% наших Вот каких-то неудач Вплоть до того Что с какими-то там Деловыми Вопросами Да Сделка Не сделка Кубить сегодня Либо продать Вот какая-то Подковыка Вот надо научиться Вот кстати Тут уже в гугле есть Ну он просто тихо Говорит Как голос Да получается Ну у меня просто было А я такой Да нет Это неправда Ну даже не голос Понимаешь Его надо понять Вот вплоть до того Что Вот говорят Нельзя возвращаться Да Забыл что-то из дома Это уже Первая Какая-то Весточка Ну да Примерно Что-то пойдет Не так Миллион раз Убеждалась И каждый раз Мне моя мама Вот Говорит Я Ну почему Ты не научишься Себя слушать Но это непросто Это надо развивать Видимо в себе Можно конечно От всего Изолироваться Там Шел-шел Там Споткнулся Где-то там Что-то Как-то Машина Не сперва Этого Завелась И уже не надо Нет Тут немножко Другое На счет этого Я согласен Интересность Интуиция Она помогает Короче Внутренние чувства Они подсказывают Да Давай Ты какого Говорит Ты Шестнадцатого Числа Родился Шестнадцатого Шестнадцатого Сентября Шестнадцатого Сентября Девятая Тысяча Девятая Тысяча Девятая Удастся 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 Получается Здрасте Лобок покрашивал Отстаньте От меня Они меня Обижают Я Пугались Обосралась Я не убегу Пока Понят ли Пока Надо Подстаньте Отстаньте Д象 Куда Натана Не помогая Зовись Качество Снизила Натана Аа! Они Дагоняют Я не знаю Почему Полагаю Да Вот Еб marijuana Что Не лошай Чего Вы меня Снимаете Привет А Ты меня Снимаешь Блин, круто. Я люблю. Давай-вай. Нет, это она просто в телефоне сидит. А, нет, снимай, снимай эту тему. Какие-то вопросы есть? Я говорю вообще-то по телефону с родным человеком. Как его зовут? Эра. Он через полива его. Сергей. Это твой жених, что ли? Какой жених, это брат. Хорошо. Ну и как он там? Как ты там, где спрашиваешь, Кера? Что? Ну как тебе пожелали, кто тебя спросили? Ну как ты там спросили, что ли? Нормально. Курочки. Курочки, уточки. Синички. Не переключай. Необычно. Вы мне косуетесь. А тебя как зовут? Влад. Как? Влад, Влад. А сколько жених? Слушай, мне много уже лет. 26. 18? Да какой? Есть ли? Да ну, в чемной. Мы 18. Я 18. Ладно, девчонки, удачи вам. Я пойду, наверное, поинтереснее что тут поищу. Повеселее. Что? Привет. 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 Есть ли я? Кто есть? Кто есть? Машину, Лиза. Вот машину. Не слышу, как? Есть инстаграм? Не слышу. Есть инстаграм? Есть инстаграм? Ну, давай. Слышишь, да не вопрос, вот. Что, да не вопрос, вот. Сейчас. Подожди, я пишу. Как ты пишешь? Потому что ты пишешь, как обычно, ты натыкнешь. Я не умею. Есть ВК, хорошо, так проще? Не, вот у меня инстаграм. Не, вот у меня инстаграм. Сейчас. Пишу. Да там Влад Широков 9. Да там Влад Широков 9. Я нашла тебя. Я подписалась на тебя только что. Спасибо, не знаю. Спасибо, не знаю. Выпишите меня хотя бы за их вопрос. Сейчас найдешь ко мне. Я знаю, где можно походить. Не, 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 не сегодня. А вы что, блогерши, что ли? Да, фотографируешь, что ли, да? Фотографируешь? Нет, не отдыхайся. А ты откуда? Москва. Москва. Волоси из Москвы. А на какой реке ты? Какого тебе метро, короче? Маяковская. Маяковская. А, понял. Ну нормально? Ну да. Мне 26. Мне 26. Я еду к тебе в гости. На туре? Да. Ну вы же еще маленький, да? Сколько вам лет? Да, они маленькие. Вы знаешь, какие большие уже? Ну ладно, я это самое младше. Ну сколько вам лет? Ну сколько вам лет? Два, пятнадцать. А, ну вы же да, лет пятнадцать. Ну ладно, девчонки, хорошее вам настроение, я пойду. Хорошее вам настроение, я пойду. Тут твои подруги были, блин. Еле отбился. Такие подруги. Ну вот, они шли. Шли по дороге, я их знаю. Еле отбился, еле-еле. Ты что-то вообще смешно. Ну и ряжешься отбулка. Да? А то тебя бы изнесло выдачу, да? Это как? Ну нафиг. Навстыкали бы во все щели бы тебе что-нибудь и все. Да. А ты кто? Я девочка. А че ты занимаешься? Сколько тебе лет, девочка? Восемнадцать. Восемнадцать. В июне восемнадцать будет, короче. А занимаюсь тем, тем дома сижу. Ну так, может профессия. Я вот парикмахер. Ты парикмахер? Угу. Ну щас дома-то. Дома я сижу тоже. Так? Ну да, карантин и так будет. Я буду поваром, короче. Ну и пока учусь. В школе. Дети-дети, мне лох уж и деть. Это твои сестры, братья, да? Времянники? Да. Двои вот. Братья-сестры. Вот это братья, братья, сестра. Мама-мама! Ну хоть не скучно, да? Мама-мама-мама! Да, мама-мама! Да, мама-мама! А я здесь как тебя зовут? Меня зовут Влад. Мама-мама! А меня Елизавета, очень приятно. Взаимно. А тебе сколько лет? Мне 26. Мама-мама! Тебе вот на вид, ну, я лет, наверное, 19-18. Ну, не нравится. Мама-мама-мама! Ну это же хорошо, не знаю. А ты где живёшь? Какой город? Интересно. Касан-Туринск! Город Касан-Туринск, Свердловская область. Ну это недалеко от ЕКБ. А, ЕКБ и Екатеринбург, да? Да, да. Слушай, я там никогда ел, он интерес. А ты не хочешь в Москву там? Нет? Другой город какой-то, Питер, Москва. Ты чё, Дуя? Ну-ну. Это, ну, Санкт-Петербург, я по виду знаю, но это я когда-нибудь тоже самое Москва, но я собираюсь. Так, топ-топ-топ Москвы или Век-табы. А, слушай, интересно. Хочешь, я скину тебе Инстаграм? А, у меня Инстаграма нет. А, серьезно? У меня это по ВК. Телеграм, скайп, вайбер. Ну вот этот, ВКонтакте. А почему ты не сидишь в Инстаграме? Интересно. Я там сидела, потом заблочила, заблочила страницу. Тихо, Женя. А заблочила почему? Мальчик, ты дебил! Не знаю. Мальчик, ты дебил! Даже не знаю. Ну, блин, у меня там активно так страница была. Мальчик, ты дебил! Я все пожалела. Потом такая, ну ладно, пока. Я думала, у меня там погрелся. Привет. Привет. Как у тебя настроение? Хороший. Тебе какое? Слушай, очень весело. Здравствуйте. Как у вас то настроение? Вы уже спать, наверное, ложитесь, да? Спать ложитесь? А сколько время? Вы очень милая. А сколько вам лет? Такие вопросы, да? Вообще, у нас пол первого ночи. А, ну очень фигурно. А сколько вам лет? Сколько можно дать? Лет 16, наверное, да? Да. А, он еще все же из Киева. Ты откуда? Я из Москвы, но мне уже 26 лет. Да, 10 лет, ты старше. Сколько? 26. Серьезно? Да. Серьезно? Да. Хочешь, Инстаграм кинуть? А вы кое-что есть? В кое-что я редко сижу. Инстаграм в основном. Ну, давай Инстаграм. А чем ты занимаешься, расскажи. Я вам фейкмакеру. Да? Ну, я всем, чем можно. Ну, профессия есть. И такой план особой нету. Я только в этом году 9 класс закончила. Ну, а так, в дальнейшем, что бы ты хотела, кем-то стать интересным. Просто, года-то мои пролетели, 10 лет все-таки. Интересно послушать. Серьезно? Да. Я бы лет 17-18 дала. Вот правда. Может, сохранился так? Не знаю. По-любому. Спасибо. Ну, вообще, на будущее, не знаю, еще не планировала. Ну, так, примерно. Нет, кто-то хочет стать врачом, там. Все по-разному. Все по-разному. Я бы стала, я боюсь крови. А, я понял. Может, ты хочешь стать художником? Ну, я рисую, но это больше как хобби. А так, вот. Ну, так, примерно, нет? Или еще ты просто вообще не определялась, да, кем-то, что-то? Да. Можно так сказать. Ну, все впереди. Ну, да. Ты, девчонка, милая, молодец. Ну, ладно. Я вот не ожидал, что буду парикмахнуть. Ну, ничего, мне нравится. И вот я постепенно там в музыку увлекаюсь. Хочу реализоваться. Ну, ладно, удачи тебе. Доброй ночи. Приятного аппетита тоже. Я тебя на беда павлю. Попал. Хорошо. Птичку! Жалко. Привет. Как настроение? А вы откуда? Я вот из Москвы. Спасибо. Спасибо. Вы с мужем, да? Но это не точно. Спасибо огромное всем, кто смотрел. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Обязательно старайтесь досмотреть ролик до конца. И зато жмите колокольчик. Спасибо всем огромное. Еще раз. Птичку! Жалко. Успехов. Удачи. Пугались? Обосрал. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.